что древнее происхождение корги не влияет на их современное развитие. Но оно явилось причиной того, что с 1928 года, когда произошло официальное признание породы, были разрешены скрещивания кардигана и пемброка. Они продолжались до 1934 года и не принесли ничего хорошего ни той, ни другой породе. Легкие, но очень важные различия между этими собаками не учитывались вплоть до этой даты. Сейчас, после многолетней работы селекционеров, каждая порода имеет свои характерные черты. И хотя между ними остается определенное сходство, кардигана от пемброка можно отличить не только потому, есть ли у собаки хвост или нет. Пемброк меньше и явно короче кардигана. У него более легкая голова и заостренные уши, в то время как у кардигана уши на концах закруглены. Существует также разница в характерах. Теоретический пемброк более живой и легко возбудимый, а кардиган более доверчивый. Но на практике эти различия не так заметны, потому что характер собаки зависит от ее воспитания. Все корги веселые. Они хорошие сторожа, но если незнакомец проявляет дружеские чувства, то они ему тоже симпатизируют. Они с огромным удовольствием играют с детьми, проявляя невероятное терпение, когда это необходимо. Обе породы легко оживаются с другими собаками. С кошками у них также не возникает никаких проблем. Время от времени они используют их в качестве игрушек. И во время таких игр никто никому не причиняет никакого вреда. Мы видим, что домашний кот предпочитает быть подальше от играющих собак, но нисколько их не боится. Более того, если кто-то придет и начнет надоедать ему, то он обратит в бегство наглеца. Различия между этими породами не проявляются ни в физических свойствах, ни в характере, но по популярности и распространенности Пемброк раз в 10 превосходит кардигана. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос, как ни странно, кроется в том, что в 1933 году один человек решил подарить своей дочери именно щенка Пемброка. Как такой незначительный факт может повлиять на историю породы? Очень просто. Если этот человек зовется Георг VI, герцог Йорка, а имя девочки Елизавета, и однажды ей предстоит занять место на английском престоле. В королевстве, где любовь к собакам почти национальная черта, хватило бы одной фотографии принцессы с маленьким Пемброком, которого, кстати, звали Дуки, чтобы порода стала популярной. Но Елизавета настолько привязалась к этим собакам, что сама начала разводить их, даровав своим питомцам титул «Виндзорские корги». Необходимо сказать, что она подошла к этому со всей серьезностью, постоянно консультируясь с известным кинологом Тельмой Грей. Это было не простым капризом Елизаветы, а осознательно проделываемые работы, сочетаемые, правда, с другими маленькими обязанностями, которые возлагало на нее ее положение. Сейчас королева уже не молода, и вынуждена заниматься не собаками, а делами своей семьи, которая, как известно, не все всегда гладко и спокойно. Но до сих пор Пемброк пользуется неоспоримой популярностью. Бедняга Кардигана остался за бортом из-за случайного выбора любящего отца, который хотел сделать подарок дочери. Правда, не кажется, что это его сильно беспокоит. Он всегда был более спокойным из этих двух пород, этаким философом. Его хитрая лисия мордашка ясно дает нам понять, что он не чувствует себя ниже своего титулованного кузена. Пусть братец может сказать, что он королевский пес, но я, по крайней мере, могу вилять хвостом, когда захочу. Что касается стандартов, то мы покажем их на примере Кардигана, упоминая Пемброка, когда речь пойдет о различиях между этими породами. Корги — это отважная, коротколавая собака крепкого телосложения. Тело кажется очень длинным, тем более для таких коротких конечностей. Первоначально Кардиган назывался Sea Ledits, что в переводе с уэльского означает «собака длиною в ярд», то есть около метра. У Пемброка тело короче и компактнее, чем у Кардигана. Голова должна как можно больше походить на лисию. Любители Корги испытывают симпатию к лисам, которых считают талисманом этих собак. Череп широкий и плоский между ушами, стоп умеренный, морда заострена к носу. Нос всегда должен быть черным с большими ноздрями. Глаза круглые, не очень большие, ясные, живые и внимательные. Цвет желательно темный, но может быть и ореховым, если гармонирует с окрасом шерсти. Только у Кардигана окраса синего дрозда могут быть глаза полностью или частично голубыми. Челюсти выдающиеся и сильные, прикус по типу ножниц. Уши, согласно стандарту, довольно-таки большие, пропорциональны размерам собаки. На самом деле мы видим, что они очень большие. Широкие у оснований, они располагаются на большом расстоянии друг от друга. Шея довольно длинная, мускулистая и хорошо развитая. Грудная клетка глубокая, ребра округлые, на боках различим некий рисунок. Передние конечности короткие и сильные, с прилегающими к туловищу локтями. Предплечья слегка согнутые, повторяющие форму груди. Лапы повернуты наружу. Задние конечности сильные, немного угловатые, слегка уже.